Ловкость рук и никакого мошенничества. Самарские школьники постигают, как с помощью природных индикаторов измерят кислотно-щелочной баланс среды. Например, сок простой капусты при взаимодействии с кислотой и щелочью изменяет свой цвет. Так юные химики приобщаются к науке. Глебу Амарову только восемь, но он уже поразил нас своими глубокими знаниями предмета. Мне просто нравится иногда получать некоторые тетрабораты всякие. Мне просто интересно проводить эксперименты. Это лизун. Мы его сделали на первом эксперименте. А из чего он сделан? Из силикатного клея и спирта. Химическое шоу для детей провели в рамках Дня российской науки. Праздник проводят в Самарском университете с 2013 года. В этот раз его приурочили к знаковой дате – 150-летию со дня открытия Дмитрием Менделеевым периодической системы. Опыты для школьников провел недавно назначенный исполнять обязанности ректора Самарского университета Владимир Богатырев. Химия, на самом деле, это наука будущего. Это то, что позволит создавать новые материалы, новые какие-то технологии. И именно с помощью таких химических открытий мы пойдем в будущее. Мероприятие направлено на популяризацию науки среди школьников, на формирование интереса к специальностям, которые изучают в Самарском университете. Если им это нравится, то, соответственно, они могут поступить к нам в университет, закончить химический факультет. Ну и, соответственно, дальше уже заниматься как раз либо научными исследованиями, либо идти работать по профилю работы. Завершился научный марафон Всероссийской просветительской акции «Открытая лабораторная». Все желающие и дети, и взрослые смогли пройти тестирование по естественным наукам и развеять некоторые стереотипы об окружающем мире. По оценкам организаторов, в празднике приняло участие около 150 человек. Продолжение следует...